Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс ControlPaint.com. И сегодня мы поговорим о тенях. Если посмотреть на тени на этих двух фотографиях, становится видно, что они различны. Одна очень мягкая, рассеянная, вторая более резкая. И в общем тени можно поделить на резкие и мягкие. Я очень люблю рисовать на основе какого-либо материала. Это может быть фотография или натура. В любом случае, это хороший способ узнать что-то новое. Но когда речь заходит о тенях, важно воспринимать информацию активно. Не нужно просто копировать то, что вы видите. Потому что если вы сможете из своего опыта сформулировать общие правила работы с тенями, то когда вы будете создавать свои собственные иллюстрации, вы сможете правильно использовать эти правила и правильно наложить тени, пусть даже у вас и нет наглядного материала. Итак, давайте поговорим, почему тени получаются мягкими или твердыми. Итак, из описания к фотографиям я узнал, что на обоих фотографиях свет естественный. Но на левом изображении меньше направленного света. И мы можем понять это потому, что тень мягка, то и свет падает с множества источников. Это не резкий направленный свет, как, например, справа. Поэтому на левом изображении получаются мягкие, перекрывающие друг друга тени. Освещение на изображении справа – это, скорее всего, солнечный свет под малым углом. Может быть, это закатный свет. В общем, направленный свет проходит сквозь окно и падает прямо на объект. И получается резкий контраст. Резкая тень слева от края окна, а справа солнечный свет. Итак, направленный свет делает тени резкими. Свет исходит из источника света и падает прямо на объект. Если же тени мягкие, то, скорее всего, это результат ненаправленного освещения. То есть свет отражается в комнате и смягчает края теней. Но внутри каждой тени есть и мягкие, и резкие края. Давайте взглянем вот на этот пример. Тень под носком ботинка очень резкая, но вот пятки у тени рассеиваются, становятся мягче. И дело с расстоянием между объектами, на которые падает свет. Скажем, носок ботинка и поверхностью, на которой падает тень. Вот тут расстояние очень маленькое, поэтому тень не рассеивается светом. Справа у пятки расстояние куда больше, и в итоге получается мягкая тень. Суть в том, чтобы усвоить общие принципы, которые вы узнали из работы с наглядным материалом, а затем применить их для воображаемого освещения. Вот этому кубу я задал яркое, резкое освещение, падающее сверху вниз. Такая тень может падать на дворе в солнечную погоду. И у тени получается очень резкая тень. Допустим, мне нужно поменять освещение на менее направленное и более отраженное. И давайте посмотрим, что получится в итоге. Тень будет почти не видна. Такая тень может быть при облачном или хмуром небе, или же если объект находится внутри дома. То есть свет отражается вокруг, но не падает непосредственно на объект. Или же вот свет падает с малого угла, например, свет фонарика. И в итоге получается резкая тень в начале, но по мере удаления от объекта тень будет смягчаться. Как вы видите, по мере удаления тень также становится менее густой. То есть получается градация от темного прямо у самого объекта к светлому тону в конце тени. Но что если у нас не свет фонаря, а закатный свет, например? Тогда тень будет куда темнее и резче, и все потому, что направленный солнечный свет очень ярок. Вообще, конечная цель подобных упражнений – научиться рисовать тени из головы, потому что у вас не всегда будут подобные материалы. Поэтому, когда вы в следующий раз будете работать с материалом, без разницы, будет ли это фотография или наглядное изображение, постарайтесь узнать о тени больше, потому что есть конкретная причина, по которой тень резка, мягка или же резка и мягка одновременно. И самое классное, что эти правила можно использовать повсюду, это физическое правило, и оно универсально. И если вы хотите поглубже изучить эту тему и улучшить свои навыки рендеринга, обратите внимание на курс Basic Photoshop Rendering. Этот курс доступен в магазине на сайте. И в этом курсе я рассказываю о создании трехмерного объема за счет использования света и тени. Как бы то ни было, сосредоточьтесь на тенях, они помогут вашим работам стать лучше. Спасибо, что посетили Control Paint.